Всем привет! Всем привет, меня зовут Настя. Я Диана. Итак, мы вернулись после новогодних праздников. Нас немножко подкосило здоровье, но сейчас уже все в порядке, и мы готовы вернуться и снимать для вас макияжики, обзорчики и вот это вот все. От тебя это не отлипло, что ли, за праздник? Нет. Э! Итак, сегодня у нас на повестке дня, как вы поняли по названию, потому что, знаете, интригу хранить уже нет смысла, это вот Джо Брейкер, который я заказал себе на Черную Пятницу на сайте Beautylish. Наконец-то она приехала! Наконец-то! Прямо вот, знаете, 30-го числа, либо 29-го я ее получила в кои-то веки, потому что, знаете, там произошла такая ситуация с этим Beautylish. Не помню, мы, кажется, это нигде не осветили. Еще, потому что не было особого повода, то что мы совместно с Димой, видео, с которым у нас на канале есть, подсказки, да, вот. Мы с Димой сделали, в общем, совместный заказ на Черную Пятницу на сайте Beautylish. Он там заказал себе там кучу Наташи Деноны, и я себе заказала Джо Брейкер, и вот эту тоже палетку от Наташи Денона, которую я сегодня первый раз положила в рюкзак, и смотрите, вот что с ней произошло. Это, если что, не грязь, это она так поцарапалась. Серьезно? Да. Вот. Я-то что, и это самое офигевало, когда я вытащила их из рюкзака, потому что это для меня было неожиданностью. И заказала себе две палетки, они мне обошлись, и, кажется, в 85 долларов или что-то типа того. Я помню точно то, что Наташа Денона стоила 45, Джо Брейкер стоил 40 долларов. И произошла такая ситуация, то, что нам долго-долго не отправляли ничего, и спустя неделю у Димы сняли повторные деньги, потому что как раз-таки с его карты происходила, собственно говоря, оплата. И с него сняли повторные деньги, и он просто охренел, потому что минус 15 тысяч два раза, и это, знаете... Неприятно. Да. Мы еще не такими финансами располагаем, чтобы, знаете, для нас это было, ах, ладно, типа, пусть вернут попозже. В общем, такая ситуация произошла, но ему вернули эти деньги, там, через несколько дней, и они долго не могли выслать этот наш заказ и так далее. В общем, только через месяц он приехал, хотя обычно бьюти лишь максимум, там, за две недели доставляет. Ну, да. Но нужно отдать должное, то, что, да, наверное, Черная Пятница, и вот это все. Знаете, я когда открыла эту палетку, я подумала, о, боже мой, какая красота. Очень красивый вот этот вот оттенок Gumdrop, который лиловый, безумно красивый. У меня... Я обожаю вот эти вот припыленные пастельные цвета. Все вот из этого ряда, мне кажется, они все просто великолепно красивые, и хочется им накраситься. Надеюсь, что она не разочарует, как бы, пигментацией, нанесением, и все будет хорошо и красиво. Да, я уже, естественно, эту палетку немного затестила, и засвочила, и так немножечко на глаза я там что-то себе накрасила. Но, знаете, это было буквально пару раз, потому что я все-таки планирую снять неделю с ней. И, знаете, меня она не разочаровала. Единственное, что мне почему-то совсем не нравится и вызывает вопросы. Вот этот рыжий, вот этот какой-то красный. Короче, вот эти вот такие дешманские, рыжеватые, да. Потому что они мне напоминают какой-то Алиэкспресс или какой-нибудь Руби Роуз, знаете, вот эти палетки-стоцветки. Но мне очень сильно нравятся вот эти вот матовые цвета, потому что, знаете, вот у меня таких в коллекции не было еще. Да, и вот как раз-таки эта палетка отлично подходит, чтобы просто сразу было все. Оно вот такое вот яркое. Поэтому, когда я говорила то, что меня больше не интересуют матовые палетки, матовые цвета, то, что я хочу себе много шиммеров, там, как у Насти. Знаете, все-таки нет. Вот яркие цвета, вот мне кажется, у визажиста быть, наверное, должны. Хотя не знаю, когда мне это пригодится и пригодится ли вообще. Но, тем не менее, саму себя я точно этой палеткой порадую. Приступаем к макияжу. Я, пока Диана, общалась с вами, нанесла себе праймер от Urban Decay Potion. Я выяснила для себя, что этот праймер необходимо закреплять, потому что, если его не закрепить, то тени прилипают и как-то ведут себя не очень хорошо. Не так, как на MAC Prep and Prime, хотя они оба силиконовые, но этот праймер нужно закреплять. Вот лично для себя я к такому выводу пришла. Я беру оттенок Virgin, вот этот вот самый светлый оттенок, вот этот вот, и закрепляю им базу. Этот оттенок оказался не бесцветным, как я думаю, а таким прям белесым. Virgin, мне кажется, что, если честно, вот этот вот белый оттенок, который сейчас взяла Настя, я почему-то была уверена, что он прям белый. Ну, он не прям белый, но такой. Оттеночек 100% дал, то есть для закрепления, мне кажется, возможно, было бы лучше использовать оттенок Good Morning, который вот этот вот, по соседству с ним, как бы, вот этот вот. Если что, то у нас появилось обновление. Мне муж на Новый год подарил монитор, который показывает нас на экранчике. Ну, короче, да, мы теперь себя видим. И по причине того, что у нас теперь есть вот эта вот шатан-машинка, мы теперь постоянно смотрим на себя и смотрим на то, как там располагается все в кадре. Вот это вот. Вот это вот все. Заразила так заразила. Реально. Знаете, вот я сейчас взяла оттенок Virgin и Good Morning. Вот так вот слегка прикоснулась к рефилу каждому там по пару раз. И вот, как вы можете видеть, у меня ничего такого нет. Такое чувство, что я просто пудрой, знаете, прошлась. И никакого цвета толком не осталось. Я еще, если честно, толком не определилась, что я хочу сделать сегодня. Но мне очень сильно нравится оттенок FAK. Вот этот вот, вот этот вот, да, персиковый. Но на самом деле он почему-то на камере выглядит прям каким-то таким ярким оранжевым. Но я бы сказала, что он больше розовый все-таки. Желтый прям вот интересно. Вот чего-чего его я еще не пробовала. Хотя о желтом таком пигментированном матовом я мечтала уже давно. Так, я сейчас сразу буду носить себе, помните, яркий оттенок в складку. Я бы начала носить оттенок себе Gumdrop. Вот этот вот лиловый. Я попробовала бы его растушевать оттенком Brain Freeze. Вот этим голубоватым. И, не знаю, на уголок там внутренний может быть оттенок Cute, который вот этот вот зеленый. Хотя вот на камере он выглядит почему-то прям таким ядреным. На самом деле он очень сильно разбеленный. Наверное, я так поступлю. Я сегодня еще начала снимать 7 дней с палеткой Blue Blood. Поэтому от голубых меня пока что еще подташнивает. Но думаю, что они тут тоже не промах. Желтый вот таким вот достаточно ярким. Но вот именно в жизни на камере, по-моему, он не такой уж прям яркий. Но я его наслоила уже раза 3. Как пыльно. Теперь, знаете, я вот так хотела желтый оттенок. А теперь у меня эти желтых оттенков просто завались. В этой палетке 2 желтых оттенка. В этой палетке их чуть ли не 3. Теперь, короче, у меня желтого. Этого просто завались. А, еще в Cat Von D есть какой-то желтый. Красивый этот лиловый оттенок. Мне он прям очень сильно нравится. Единственное, что растушевывается, конечно, ну не прям просто. Но мне, честно говоря, сложно тушевать на этом праймере. Возможно, дело не в оттенке, а в нем. Я вот не понимаю, честно говоря. Потому что вот, например, сейчас нашу на второй глаз. На втором глазу он ведет себя не так, а гораздо легче тушевать. Мне кажется, что что-то не так с этим Urban Decay. Если честно, надо к нему как-то приноровиться. Ну, оттенок просто великолепный. Очень красиво смотрится. Блин, нельзя этого фиолетового прям хочется эту палетку. Потому что цвет очень-очень нежный. Смотри, какой желтый, очень яркий. Мне кажется, тебе сейчас тоже очень понадобится эта палетка. Это что-то, 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 что-то. Это что-то, 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 посмотри, каким ярким пятном он смотрится на камере. И мы видим это, господи, как удобно. Просто то, что у всех блогеров есть по умолчанию, мне кажется, с самого начала карьеры, мы заимели спустя два с лишним года. И просто как аборигены. Вау, мы видим, что мы снимаем. Итак, я столкнулась уже с первой проблемкой. Из-за того, что я очень сильно наслоила желтый. И сверху начала его смешивать с этим, с факом. Ну да, с факом я его начала смешивать вот с этим розовеньким. Желтый подскатался, потому что его там было слишком много. И, в общем, короче, какие дела, девочки, происходят. Так что с наслаиванием, когда вы хотите что-то тушевать, тоже важно не переборщить. Но это, конечно, просто это безумие. Я добавила себе голубой оттенок вот сюда, ближе к внутреннему глазу. И сделала типа переход из фиолетового в голубой. Блин, вот очень, кстати, они красиво сливаются вместе с этим желтым. Это выглядит просто как что-то инородно-космическое, знаете. Блин, палетка бомба. Чего же мы раньше-то не смотрели вообще? Я просто смотрела обзоры на эту палетку, честно говоря, они все были довольно отстойные. То есть про нее реально говорили то, что не тушуется, там, цвета не пигментированные. Ну вот реально я смотрела на эту палетку, мне как бы... Ну, она не прошла моего обзора, но когда я посмотрела на нее два обзора, я подумала, что, блин, что-то, походу, какое-то говно такое, знаешь, проходящее. Ну, то есть не как там Бладшуга или Блад, не такая громкая. Но что-то, походу, это... Засудили ее, засудили. Не дело. Так, а я добавила себе вот этот вот оттенок Cute на внутреннего глаза. Соединяю его с голубым. Диана такой, получается, теплый макияж, а у меня такой cold. Блин, слава богу, на самом деле, вот благодарю Beauty Bay за то, что они меня послали вместе с этой, с Алисой Эдвардс и Джеки Айни, потому что я планировала себе взять Алису Эдвардс. И слава богу то, что этого не произошло, потому что я бы упустила такой бриллиант. Давайте немножко дегтя добавлю. Палетка ужасно пыльная, просто ужасно. Ну, а в целом? А что такого? А кто не пыльный у нас? Какой бы себе сделать нижнее веко? Прямо смотрю и не понимаю. Вот я хочу себе сделать тот сиреневый, который ты себе сделала. Ну, вот так вот идти, знаешь, по кругу. Я вот хочу попробовать стеренок Delicious, вот этот вот. Но мне, честно говоря, страшно немножко. Чуть-чуть совсем. Потому что такие оттенки имеют тенденцию к тому, чтобы все портить. Ну, а знаете, кто не рискует, тот вообще ничего не делает. Тот вообще ничего не делает и не рискует. Давайте немножечко попробуем сейчас. Что, смотри, какой красивый переход получился между розовым и вот этим вот сиреневым. Вот посмотрите, девочки. Красиво. Неплохо, неплохо. Такое соединило. Знаете, вот, кстати, стоит отдать должное то, что вот это вот была у нас вот ложка дегтя, да, немножко, то, что она пыльная. Но я не замечаю ни одного вообще осыпания вообще. Как ни странно, знаете, удивительное, рядом. Я объясню, но факт. Дальше я возьму себе голубой оттенок Brain Freeze и потом возьму оттенок Soul. Как тебе новость о том, что Джеффри Старр остался со своим парнем? Это что-то как-то по, если честно. Знаешь, чисто по. Ну, слушай, я на самом деле удивилась тому, что буквально вот они только переехали в новый какой-то невероятных масштабовый дом, постили фоточки, как обнимаются на фоне своих, там, миллион розовых тачек. И тут бы дышь, ба-бам. Ну, не знаю, как-то я вообще, если честно, не слежу. Наверное, неправильно, надо бы, наверное, следить. Но что-то... Вот когда об этом выпустят там Антон и остальные, что... Ну да, уже пересказаны новости. Да, пересказаны новости, тогда, конечно же, посмотрю. А как тебе новость, что некий туториал от трансгенда? Вот это меня вообще, знаете, шокировало до глубины души. Ну, в плане не то, что там, а как-то в хорошую или отрицательную сторону. Просто шокировало. Да, просто шокировало, в принципе, потому что вот что-что, вот это вот как вообще просто кирпич на голову упало. Ну, нет, типа, реально это очень сильно удивило. Ты знаешь, почему она вообще об этом сказала? Нет. Потому что ее начали шантажировать. Начали шантажировать какое-то издание, начало шантажировать, угрожать тем, что... Слушай, какие люди. Мы раскроем правду. Она сказала то, что вот, типа, вот я вам так вот показываю всем, кто хотел это сделать. И, короче, я сделаю это сама. Она хотела рано или поздно сделать это признание, просто сейчас, считай, вынудили. Девочки, посмотрите, пожалуйста. Я добавила вот сюда зеленый на переход, и получилось просто бомбово. Прям вот настоящая радуга. Ты посмотри. Красиво, да. Я буду добавлять себе шиммер под названием Джо Брейкер на все подвижное веко. А я вот думаю, может, у меня около ресничного края добавить что-нибудь потемнее. Он похож на оттенок из Alien. Да, вот, я и забыла просто, как оно сейчас называется. Так, я беру оранжевый. Прям вот оранжевый, который называется Сак. Оранжевый, это реально Сак. Я не ношу около ресничного края, знаете, чтобы сделать поярче именно переход. Наверное, было бы посимпатичнее, если бы это был полноценный кат Крис, но я сделала вот так. Дальше я беру оттенок Cherry Wet. Также около ресничного края, знаете, сделаю чуть-чуть потемнее. Но я все эти оттенки больше набиваю, чем тушую. Ну да, такую же проблему, в принципе, я все обнаружила и в Blue Blast, потому что я пыталась растушевать какой-то бирюзовый цвет. Я понимаю, что все, это вообще... Миссия провалена уже на корню, потому что надо просто наносить побольше, пожирнее и подтушевывать уже какими-то другими цветами. Да, потому что тут вообще, знаете, с этим не справиться. Глаза я накрасила, сейчас накрашу ресницы тушью. Я в последнее время использую синюю, потому что у меня черная уже закончилась. А вот эта вот синяя от Belor Design, она сначала выглядит прям ярко-синей, а потом она тускнеет и превращается прям в черную практически. Я взяла все-таки оттенок Soul, который самый ярко-синей в палетке, чтобы соединить уголочек и вот этот вот темный делишес. Мне, конечно, на этот макияж обязательно добавят стрелку, потому что без нее это смотрится очень странно. Рисовать стрелку я буду лайнером от Beauty Bomb, который со штампиком в виде сердечка с одной стороны и с другой стороны просто лайнер. Ну, не самая удобная вещь, если честно, но как бы на безрыбье сойдет. Так, девочки, вот такой вот у меня получился макияж. Конечно, сюда хочется, знаете, какие-нибудь экстра ресницы, типа там как от Huda Beauty, там или вот что-то типа того, вот такие прям гигантские. Также, мне кажется, знаете, нужны какие-нибудь декоративные элементы в виде блесток, там каких-нибудь звездочек, там вот сюда куда-нибудь или сюда и так далее. Ну, а так тоже прикольно. В общем, что я могу сказать по вот этим вот оттенкам, это реально топчик. Вот, я думаю, что через пару недель может быть где-то выйдет видео с полным обзором этой палетки с 7-дневным тест-драйвом, потому что это реально, это будет очень интересно поделать, потому что смотришь на нее и прям, ах, какая красота. Прямо, знаете, вдохновляет. И мономакияжи просто, 7 макияжей разных цветов. Да, тут можно... Новый, зеленый, красный. Тут можно даже не 7, тут вообще посмотрите, сколько оттенков. Вообще 20 мономакияжей снять, знаете, ни о чем вообще в жизни не пожалеть. На самом деле, это неплохая идея делать здесь такие оттенки какие-то мономакияжи, потому что даже особо выдумывать здесь ничего не хочется. Но мне кажется, что если брать какие-то разбеленные оттенки, да, как те, что у меня вот на верхнем веке, то все-таки, чтобы равномерно их нанести на подвижное веко, нужно будет брать какую-то цветовую базу. Ну, либо какую-то, ну, какую-то подложку, чтобы они ложились, ну, не пятнами, потому что просто в растушевке в одной линии это смотрится еще плюс-минус нормально. Но когда ты заходишь, чтобы это было ровное-ровное полотно единого цвета, то это уже может быть, мне кажется, проблемой. Мне вот что-то кажется, что вот здесь вот оттенок, вот этот вот коун, вот этот бежевый и вот этот коричневый, мне кажется, что они здесь, если честно, неспроста. Скорее всего, они здесь нужны для того, чтобы трансферить какие-нибудь оттенки. Ну, вот, например, оттенок коун, который такой посветлее. Иначе я не знаю, зачем он здесь нужен, потому что сам по себе, как оттенок, он так себе. Тебе кажется, что нет? Мне кажется, что нет. Я думаю, что в этой палетке эти оттенки нужны просто для того, чтобы делать что-то не суперяркое. Ну, типа просто. Ну, реально. Сделать коричневым цветом себе семен на уголок и добавить какой-нибудь акцент на век подвижное, либо в уголочек внутренних глаз. Ну, то есть, такие оттенки, знаешь, чтобы человек, которому, например, палетку подарили, который не очень сильно шарит в цветных макияжах, он такой, так, возьму коричневый и добавлю немножко розовенького. Я добавила себе штампик в виде сердечка, немножко креатива в моей жизни. Я могу сказать то, что мне понравилось очень, я вообще ничуть, вообще ни капли, ни секунды не пожалела о покупке этой палетки, потому что она мне была реально нужна, жизненно, просто необходима. Конечно, очень мало, но у меня встречались заказы, там, где нужны были такие вот яркие оттенки, но благо у меня были всякие заменители, а здесь я могу просто взять эту палетку и вообще не париться. И поэтому это просто пушка. Я могу сказать то, что я к этой палетке, как вы уже поняли за это видео, была на стороне довольно скептически, потому что я смотрела обзоры, и мне по обзорам не очень нравилось, что они говорят. Но я смотрю на макияж Дианы, я смотрю на яркий желтый цвет, я смотрю на вот эти вот разбеленные, да, ну, они, правда, должны быть какими-то такими брехлыми, но на самом деле это красивый, припыленный оттенок, но он передается вот так, как он есть в рефиле. Вообще ничуть не разочарована ей, мне очень нравится вот этот вот ряд, вот этот вот просто второй, он супер-супер крутой. Но из первого ряда желтый, мне кажется, самый топовый. Вот, и мне нравится этот шиммер, который называется сам Джо Брейкер. И, в принципе, оттенок синий я не особо поняла, потому что я нанесла его совсем чуть-чуть, и мне кажется, что его даже не видно. Он у меня на нижнем веке вот здесь, но такой непонятный. Вот, но очень красивый оттенок саур, который зеленый. Я вижу его на Диане на глазах, он прям ярко-зеленый, хотя вот опять вот смотришь в палетке, думаешь, блин, ну 100% какой-нибудь обман сейчас будет, что оно будет не такое. Но нет, нет, неправда. Все очень красиво переносится. Но я думаю, что Диана вам подробнее расскажет об этой палетке в 7-дневном тест-драйве. Надеюсь, что это будет скоро. Вот, и я довольна твоей покупкой. Молодец, респект, поздравляю. Хорошая. Хорошо, что я не Алиса Эдвардс, реально. Это просто боженька спас. Ну ладно, но Алиса Эдвардс неплохая палетка, просто в сравнении это поинтереснее. Да, да, потому что я так на нее посмотрела, а там вот из тех цветов, которые я прям хотела, это был как раз-таки желтый, розовый, фиолетовый и синий. А тут они все есть и даже больше, девочки. Так что давайте сейчас посмотрим свочи и мы с вами попрощаемся. Да. Я в качестве финального штриха наношу себе черно. Это черный блеск от Lime Crime. Это вот такой блеск в оттенке Spooky. Мне он очень сильно нравится и он выглядит как черный, просто дает такой немножко оттеночек трупничка вблизи губам. Очень красиво смотрится, прям очень нравится. Завершился образ, скажем так. Мы надеемся, что это видео вам понравилось. Если это так, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, потому что наше видео выходит целых три раза в неделю. И всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok